Реки Донбасса и подземные воды не пострадают и останутся чистыми. Министр экологии заверил, компания Shell для гидроразрыва собирается использовать одну и ту же воду по несколько раз. При этом будут очищать ее от реагентов. Чисто теоретически даже фильтрационные свойства горных пород не позволят попасть вредным химическим веществам на расстоянии более двух километров в водоносные горизонты. Поэтому тут угрозы никакой не существует. Разделяют такую точку зрения и в Союзе геологов Украины. Их специалисты также принимали участие в совещании. Метод, которым собираются добывать газ, называют безопасным. Нагнетается вода под большим давлением, 700 атмосфер. Эта вода на 91%, 91% это чистая вода, 8% песка. И 1% там вот этой жидкости для гидроразрыва, 1% это точно наши шампуни, омыватели вот эти для машин. Такие слабые химические вещества. Мы сбрасываем после наших стирок поверхностные воды в миллион раз больше. Вот таких же точно составов. Я уверен на 99% что этот газ будет. Раз. Что вот это все эти технологии безопасные. Губернатор области Андрей Шишацкий считает, что добыча сланцевого газа даже улучшит экологию Донбасса. Нагрузки на теплоэлектростанции станут меньше, а значит и воздух будет чище. Сегодня альтернативный газ добывают в Германии, США, Китае, Швеции и еще в целом ряде стран. Этот газ добычи альтернативного и использования его в теплоэлектростанциях Донбасса, оно приведет к снижению техногенной нагрузки в разы именно на Донбасс. Обо всех нюансах добычи сланцевого газа будут рассказывать населению области. Министры считают, люди устраивают акции протеста, потому что плохо информированы по этому поводу. Если взять мировую практику, это относительно площади, я вам скажу, 8 тысяч квадратных километров. Это не говорит о том, что будет добываться на всей площади 8 тысяч квадратных километров. Это говорит только о том, что где-то порядка 25 процентов площади будет задействована в инфраструктуре по добыче углеводородов. Проект будет проходить несколько этапов экспертизы, как государственную, независимую, общественную. Вы в этом тоже можете участвовать. И я как министр экологии, и просто как гражданин, дети которого живут здесь, на территории Украины, вам говорю, что если мы будем видеть какую-то экологическую угрозу, этот проект или на том данном участке не будет воплощаться. Сейчас идут подготовительные работы к добыче. В этом году начнут геологическую разведку. Тогда и определятся, где именно будут расположены первые буровые вышки. Ольга Шилкина, Кирилл Иванов, Панорама.